Если вам кажется, что иметь загородный домик в деревне – это предел мечтаний, то вы немного ошибаетесь. И домом в горах, у озера или океана уже никого не удивить. Чем больше у вас денег, тем круче вы можете обустроить своё жилище. Но, вероятнее всего, ваша креативность не сравнится с идеей Брюса Кэмпбелла. Этот мужчина захотел создать что-то необычное и запоминающееся, и точно смог воплотить это в жизнь. Теперь, ежегодно, в течение шести месяцев Брюс живёт в лесу в своём личном Boeing 727. Всем привет, меня зовут Роман, вы на канале «Овшоке», и давайте же посмотрим, что он сделал со своим самолётом. Приятного просмотра. Инженер-изобретатель Брюс Кэмпбелл всегда хотел сделать что-то оригинальное, и когда он решил приобрести авиалайнер, он понял, что это его мечта. Мужчина не скрывает, что это не его собственная идея. О ней он услышал по телевизору и сразу понял, что хочет её реализовать. Недолго думая, пенсионер приобрёл списанный Boeing 727 и начал воплощать мечту в жизнь. Американец приобрёл самолёт в 1999 году за 220 тысяч долларов и совершенно не жалеет о покупке. Для сравнения, у Брюса также есть дом в Орегоне, его стоимость составляет 23 тысячи долларов. Брюс покупал Boeing 727 в Японии, и ему пришлось очень постараться, чтобы перевезти его в США. Расходы на саму покупку бывшего воздушного транспорта составили 100 тысяч долларов. А вот чтобы перевезти его в США, Брюсу пришлось заплатить 120 тысяч долларов. Во время перевозки крылья и хвост авиалайнера демонтировали, а потом на месте монтировали обратно. Теперь огромный коммерческий авиалайнер с тремя двигателями стоит на трёх бетонных колоннах в штате Орегон, в пригороде Портленда, в лесной местности. На обустройство авиалайнера Брюс не жалел ни времени, ни сил. У пенсионера нет жены и детей, поэтому у него достаточно времени на оформление своего нестандартного жилища. Салон самолёта Брюса подвергся серьёзным переделкам. В своём новом доме пенсионер переоборудовал кабину, сделал лестницу, обустроил светодиодное освещение, сделал напольное покрытие прозрачным, обустроил душ и санузел. Больше всего Брюса радует то, что он оставил в самолёте кабину пилота с панели управления, а также несколько пассажирских сидений. В самолёте у Брюса всё как в обычном доме. Когда к нему приходят гости, Брюс просит их снимать обувь и предлагает домашние тапочки. Конечно, утверждать, что внутри салона сверкает полная чистота и порядок смысла нет, но Брюс делает всё, чтобы его дом стал максимально удобным и комфортным. Брюс не скрывает, что обустройство внутри авиалайнера требует ещё многих доработок, но пенсионер не спешит с ремонтом, а наслаждается процессом. Брюс не стремился сделать жилище максимально современным, а для начала просто хочет привести кабину в порядок. На данный момент проект Брюса Boeing 727 успешно завершён. В дальнейшем у пенсионера в планах построить второй дом из другого самолёта уже в Японии. Пенсионер считает, что каждый списанный самолёт имеет право на вторую жизнь. Про обустройство своего дома самолёта Брюс слышал много различных отзывов и понимает, что некоторые люди не понимают его идеи. Кэмпбелл настаивает на том, что не нужно обращать внимание на мнения окружающих. Следует всегда делать то, что нравится. Кэмпбелл считает, что в дальнейшем обустроенные авиалайнеры станут отличным прибыльным бизнесом. Но пока такие дома – непривычная затея, поэтому их придётся строить каждому желающему самостоятельно. Кэмпбелл прогнозирует, что их можно будет продавать, а также делать из них гостиничные номера и хостелы. Ещё несколько таких домов самолётов уже появились в Техасе, Коста-Рике и Нидерландах. Согласно данным, за следующие три года ещё около полутора тысяч самолётов по всему миру выйдут из строя, поэтому переделывать их в дома – очень полезная затея. Благодарю вас за просмотр и пишите своё мнение в комментариях. Хотели бы жить в таком самолёте и считаете ли вы такую идею интересной? Всего хорошего, пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова